Турецкий язык. Семья. Айле. В сегодняшнем уроке мы поговорим о названиях членов семьи в турецком языке. Баба. Папа. Баба. И Анне. Мама. Баба. Анне. Это самые большинство используемые слова. Баба и Анне. Еще есть у нас два слова Ата и Она. Это со старого турецкого, что переводится тоже папа и мама, но звучат, наверное, более грубоватее, как в русском языке отец и мать. Причем слово Ата практически не используется в повседневном турецком языке, но в определенных названиях или в каких-то рассказах слово это используется, поэтому нужно эти слова знать. Например, слово Ата-Тюрк переводится как отец турков. Ата-Тюрк. А вот слово Она, Мать, используют и до сих пор иногда говорят А Нам, Мать. Кроме этого, еще есть два слова Педер и Валиде. Эти слова тоже, наверное, с древне-турецкого или османского языка и используются они редко. Вот есть такая особенность. Эти два слова используют, когда говорят в третьем лице о матери или об отце. То есть не когда ты называешь своего отца папа или отец или мать, а когда ты именно говоришь о них в третьем лице. То есть Мой отец, вот тогда можно сказать Педер или Валиде. Потом у нас есть слово Эщ, которое обозначает супруг или супруга. В турецком языке нет рода, поэтому слово Эщ подходит и для супруга, и для супруги. И слово Эщлер переводится супруги. Дальше. У нас есть часто используемые слова ОУЛ, сын и КЫЗ, дочь. Вот когда говорят Мой сын, говорят ОУЛУМ, там выпадает буква У. Или КЫЗЫМ, дочь. ОУЛ, КЫЗ, сын, дочь. Кроме этого, сына и дочь можно называть ЭРКЕКЧОДЮК и КЫЗЧОДЮК. Когда мы говорим ЭРКЕКЧОДЮК, это у нас ребенок-мальчик, но если это твой ребенок-мальчик, то получается твой сын. И КЫЗЧОДЮК, это значит ребенок-девочка или просто девочка. И когда это твоя девочка, это получается твоя дочь. То есть бывает такое, спрашивают, сколько у тебя сыновей, дочерей используют это слово ЭРКЕКЧОДЮК или КЫЗЧОДЮК. Также еще есть слово ЭВЛЯТ, которое можно использовать тоже вместо слова ЧОДЮК, но это обозначается именно твой ребенок. И ЭРКЕК ЭВЛЯТ, сын, КЫЗ ЭВЛЯТ, дочь. Дальше слово КАРДЕЩ, что переводится как брат или как сестра. В турецком языке нет рода, и поэтому КАРДЕЩ обозначает, что это или твой брат, или твоя сестра. Для того, чтобы обозначить, можно сказать ЭРКЕК КАРДЕЩ, что будет означать брат, и КЫЗ КАРДЕЩ, что будет обозначать сестра. Также слово КАРДЕЩ можно обозначить БЮК КАРДЕЩ, это будет старший брат или сестра, или КИЧУК КАРДЕЩ, младший брат или сестра. Кроме таких обозначений у нас еще есть слова, которые обозначают непосредственно. Старшего брата АБЕЙ, АБЕЙ, старший брат или АБИ, старший брат тоже переводится, можно и так, и так. АБИ это слово более современное, АБЕЙ это слово более старо-турецкое. Младшего брата можно назвать БИРАДЕЩ, это обозначает младший брат. И для старшей сестры есть слово АБЛА, АБЛА, старшая сестра. Для младшей сестры отдельного слова нет. Теперь посмотрим на остальных родственников. В турецком языке есть отличия родственников со стороны отца и родственников со стороны матери. В русском языке, когда мы называем тетю или дядю, эти слова не несут в себе информации, какая-то тетя или какой-то дядя с чьей стороны. В турецком же языке это принципиально различается и сразу понятно, когда ты говоришь о дяде или о тете, с какой стороны это дядя или тетя. Ну давайте посмотрим. Дедушка. Дедушка у нас БЮК ПАБА или ДЕДЕ. Можно и так, и так. То есть БЮК ПАБА, как вы видите, можно перевести дословно старший или большой папа. То есть это у нас дедушка или простое слово ДЕДЕ. БЮК ПАБА, ДЕДЕ. Здесь и со стороны отца, и со стороны матери у нас одинаково. Бабушка. Для бабушки, если со стороны отца, то называется БАБАННЕ. БАБАННЕ или НИНЕ. БАБАННЕ, как вы видите, МАТЬ ОТЦА, как бы переводится дословно. А со стороны матери у нас АННАНЕ. АННАНЕ. Пишется у нас АННАНЕ, то есть МАТЬ МАТЕРИ. Но турки никогда не говорят АННАНЕ, они всегда говорят АННАНЕ. Вы должны это запомнить. На практике вы услышите, именно вот так они говорят. То есть бабушку мы можем называть или БАБАННЕ и АННАНЕ, или можем называть НИНЕ. Здесь для двух вариантов одинаково НИНЕ, слово более укороченное. Теперь дядя со стороны отца у нас АМДЖА, а дядя со стороны матери у нас ДАИ. То есть брат отца у нас АМДЖА, брат матери у нас ДАИ. Сестра отца у нас ТЕЙЗЕ, тетя. Сестра матери у нас ХАЛА, ТЕЙЗЕ и ХАЛА. Ну а теперь дальше, смотрите, двоюродные братья и сестры, сыновья и дочеря наших дядей и тетей. Двоюродный брат нашего дяди со стороны отца АМДЖА ОЛУ, АМДЖА ОЛУ. Двоюродная сестра АМДЖА КЫЗЫ. Двоюродный брат со стороны тети, которая сестра нашего отца ТЕЙЗЕ ОЛУ и ТЕЙЗЕ КЫЗЫ. Маминого брата дети у нас ДАИ ОЛУ и ДАИ КЫЗЫ. Двоюродный брат и двоюродная сестра соответственно. И маминой сестры, дети у нас ХАЛА ОЛУ и ХАЛА КЫЗЫ. Двоюродная брата и двоюродная сестра соответственно. То есть, как вы видите, для двоюродных братьев и сестер у нас аж 8 терминов. Конечно же, в турецком языке еще есть слово КУЗЕН. И если вам тяжело и не хотите запутываться, вы можете просто любого двоюродного брата или двоюродную сестру называть КУЗЕН. Что будет обозначать КУЗЕН или КУЗЕНА. Но это слово сейчас используется только в современном турецком языке. И несмотря на то, что это слово есть и элита турецкого пробует вот так старается чаще использовать это слово. Тем не менее, простой народ до сих пор пользуется словами АМДЯ ОЛУ, АМДЯ КЫЗЫ, ТЕЙЗЕ ОЛУ, ТЕЙЗЕ КЫЗЫ, ДАЙОЛУ, ДАИ КЫЗЫ, ХАЛА ОЛУ и ХАЛА КЫЗЫ. Поэтому нужно это просто знать, несмотря на то, что это все очень так запутано. Кроме этого, смотрите, есть у нас слово ЭНИЩТЕ, которое обозначает ЗЯТЬ, а также обозначает все дяди наши, которые не родные. Например, у нас есть ТЕЙЗЕ, наша тетя. Вот ее муж будет для нас ЭНИЩТЕ. У нас есть ХАЛА, тетя тоже наша. Ее муж тоже будет ЭНИЩТЕ. И точно так же слово ЕНГЕ, это и тетя, и невестка нашего дяди АМДЯ, его жена, это для нас ЕНГЕ. И для дяди, который у нас ДАИ с маминой стороны, его жена для нас тоже будет ЕНГЕ. ЭНИЩТЕ и ЕНГЕ. Вот эти два слова тоже нужно запомнить. Кроме этого, есть слово ЕН, которое переводится ПЛЕМЯННИК или ПЛЕМЯНИЦА. Понятно, если добавить сюда ЭРКЕК ЕН, это будет ПЛЕМЯННИК, или КЫЗ ЕН, это будет ПЛЕМЯННИЦА. Есть слово ТОРУН, которое переводится ВНУК или ВНУЧКА. Та же история, добавляем ЭРКЕК ТОРУН, получаем ВНУК, КЫЗ ТОРУН, получаем ВНУЧКА. Кроме этого, есть слова КАИН БАБА и КАИН ПЕДЕР. КАИН ПЕДЕР – это одно и то же. Это переводится как ТЕСТЬ или СВЕКР. КАИН БАБА – может быть и ТСТЬ, и СВЕКР. КАИН ПЕДЕР – тоже может быть и ТСТЯ, и СВЕКР. Точно так же КАИНАННЕ – это у нас ТЕЩА или СВЕКРОВЬ. И КАИН ВАЛИДЕ – это то же самое ТЕЩА или СВЕКРОВЬ. КАИН БАБА – КАИН ПЕДЕР. Теперь давайте немножко потренируемся для того, чтобы хоть как-то это все закрепить, потому что я понимаю, что очень много слов, и это, может быть, путаница в голове. Но если потихонечку разобраться с этим всем, то все очень просто. Представим себе вот такую вот семью. У нас а или семья. Здесь у нас три параграфа, где каждый рассказывает о себе. Начнем первый. Меня зовут Мустафа. Я Мустафа. Сулейман – мой отец. Александра – мой отец. Александра – моя мать. Михримах – мой маленький козырь. Михримах – моя младшая сестра. Селим и Гаврил – мои дедушки. Селим и Гаврил – мои дедушки. Айше и Анастасия – мои бабушки. Амджа Минады – Рюстем. Моего дядю Амджаит со стороны папы зовут Рюстем. Тейзе Минады – Хатидже. А тетю, которая сестра моего папы, зовут Хатидже. Дай Минады – Лука. Моего дяди с маминой стороны зовут Лука. Хала Минады – Элена. А тетю, сестру моей мамы, зовут Елена. Посмотрим следующий параграф. Беним Адым – Фюляне. Меня зовут Фюляне. Мехмед – Беним Абеим. Мехмед – мой старший брат. Александра Вебейхан – Беним Янгелерим. Бейхан и Александра – мои невестки. Но как бы мои тети, слово здесь используется Енге, Енгелерим. Мехримах – Беним Дайказым. Мехримах – дочь моего Дайи. Моя двоюродная сестра. Айше – Беним Аннанем. Айше – моя бабушка. Селим Беним Бьютбабам. Селим – мой дедушка. Дай Минады – Рюстем. Моего дядя, который брат моей мамы Хадидже, зовут Рюстем. Бабамын Ады – Ибрагим. Моего папу зовут Ибрагим. Баязит – Эсмеган и Мустафа – Беним Кузенерим. А баязит – Эсмеган и Мустафа – мои кузены. Мои двоюродные братья и сестра. Третий параграф. Здесь мы попробуем в третьем лице просто утверждение. Не как будто один человек рассказывает о себе. Просто разных людей определим по отношению друг к другу. Александра – Гаврилин Кызы. Александра – дочь Гаврила. То есть брат и сестра. Слово «кардэш» вот здесь без мужского или женского рода обозначения. Просто «кардэшлэри». То есть так можно говорить в турецком языке. Алексей – Алисанын Энищтэси. Алексей – дядя. В том числе дядя и зять Алисы. Потому что он – зять Алисы, тети Елены. Слово используем здесь Энищтэ. Алексей – Алисанын Энищтэси. Елена – Владимирин Тезиси. Елена – тетя Владимира. Лука – Наталинын Дайысы. Лука – дядя Натали. Александра – Эленанын Абласы. Александра – старшая сестра Елена. Мустафанын Халасынын Ады – Елена. Имя – тети Мустафы Елена. Мустафанын Халасынын Ады – Елена. Здесь у нас сложный изофет. О них вы можете посмотреть по ссылке ниже этого видео. Все про изофеты там есть. Владимирш – Павелин Дайоулу. Владимирш – двоюродный брат Павла. Сулейман – Селиминолу. Сулейман – сын Селима. Надеюсь, все понятно. Теперь для вас небольшое задание. У нас есть параграф от имени человека, о котором вы должны узнать, кто этот человек. Давайте я вам прочитаю, а вы в комментариях под видео напишите ответ, узнали вы или не узнали, о ком идет речь. Ибрахим и Алексей – benim енищтелерим. Бейхан и Татьяна – benim енгелерим. Селим – benim дедем. Мехмед – Владимир и Натали – аннамин енлери. Алиса – абеймин дайы-кызы. Кимим бен? Узнайте, кто я. Спасибо за внимание. До скорых встреч.